Так, давай, ну тогда, значит, мы с тобой начнём этот разговор. Что меня интересует и почему? Очень много людей, которые себя сейчас называют энергопрактиками, энерготерапевтами, и притом ни бы, ни мы о том, что такое энергия. Ты не заметила такой момент? Я не особо сейчас это интересуюсь, я вот просто слушаю книги Долорес Кэннон, а другого ничего особо не читаю, не слушаю, поэтому я, ну, может, называют, я не в курсе вообще. Ну, так как я это всё слышу, вот меня начинают задавать вопросы. При этом они понятия не имеют в такой энергии, на такое ощущение. Вот, поэтому мне хотелось просто поговорить чисто с человеком, который, с одной стороны, духовно развитый, с другой, всё-таки какие-то знания остались от и научных, учебных времён. Поговорить об энергии, начать с энергии. Можно поговорить, но, говорю, я не особо в курсе, я даже, что-то нет у меня такого понятия. Может быть, где-то отдалённо слышала, а специально я... Ну, давай поговорим. Давай, попробуем. Ну, вопрос чисто вот с такой точки зрения, я сейчас тогда начну всё это, а ты меня будешь, ну, как говорится, подправлять, где будешь со мной не согласна. Энергия и сила – это одно и то же или нет? Ну, с физической точки зрения, то это разные вещи, наверное. Вот именно. Ну, они связаны, но это ж не одно и то же. Они связаны, они связаны, да. Энергия – это физическая величина, так, показывающая, какую работу могут совершить тело, то есть, или несколько тел, так? Вроде это так. Моё понятие об энергии, что она неуничтожима, она переходит из одной формы в другую, может переходить, что мы тоже энергетически живые, в общем, это наша душа, это живая энергия. Ну, вот такие понятия. Ну, говори дальше. Дальше. Вот мне тут одна девушка, ну, тоже тут у меня разговор с разными людьми, вот, с Татьяной Ракиль. Она говорит, ну, она, по человеку, скалярная физическая величина, являющаяся единой меры различных форм движения и взаимодействия материи, меры перехода движения материи из одной формы в другие. С этим как-то... Ну, я же говорю, что энергия переходит из одной формы в другую, она неуничтожима, да? Ну, в принципе. Да, да, да. А энергии разные, как говорится, виды. Есть скалярная, есть... Простыми словами-то говоря. Есть потенциальная, которая есть кинетическая, кинетическая является скалярной величиной, она не имеет направления к кинетической... Энергия – это энергия движения тела. Тело движется, значит, оно обладает кинетической энергией. Тело, которое находится в состоянии покоя, не имеет кинетической энергии, а имеет потенциальную энергию. Ну, да. А с другой стороны, полного покоя у нас нет вроде. В любом случае... Нет, в любом случае, все кругом энергия. Все из энергии ведь соткана вообще-то. Все является энергией. И потенциальная энергия, но это тоже на уровне физики, на уровне механики. Потенциальная энергия – это скалярная величина, представляет собой часть полной механической энергии системы, находящаяся в поле конституционных сил. Потенциальная энергия зависит от... Ой, Света, у меня от физики голова болит. Я уже отошла давно от этого. Да, составляющая систему и характеризует... Ну, конечно, о физике будем говорить или о чем-то... Мы о физике чуть-чуть говорим, только для затравки. Их работа с совершаемой полной... Просто я настолько уже давно отошла от этого, что у меня просто головная боль сейчас начинается, как начинается. Я поняла. Вот Татьяна Россия... Формулы, определения... Нет, до формулы... Неплохо. До формулы мы опускаться не будем. Вот опять Татьяна Россия говорила о кинетической, я пропущу. Ну, ладно-то, давай, энергия, как это говоришь? Энерго... Энергия, да, мы с этим с тобой уже об этом сказали. Энергия, да, энергия. Да. Так. Так что же такое? То есть, определение какое-то общее мы можем вывести для себя. Кто такой все-таки энергия? Это... Как это сказать-то, сформулировать в общем виде? Она показывает, какую работу совершает тело, что ли? Вообще все энергия, от источника идут... Мы же сами живая энергия. И все кругом и камень имеет, там, душу, и он уже вот эта вот энергия в нем живая. Там и ветер, там, допустим, и кусок, там, горы, там... Вот, Долорес Кеннон, слушай, кругом энергия, все состоит из энергии. Весь мир, можно сказать. Угу. Живой энергии. Да, я еще... Вот это из энергопрактики-то ты говоришь, вот о чем это там-то речь? Вот я и хочу понять, о чем, что так... Люди себя называют, например, некоторые энергопрактиками. Ну вот, я не знаю, расскажи-то мне, ты, может быть, что-то называют, называют, а я не знаю. Вот. А? Вот. Они занимаются различными видами энергии, а, ну, раз... Они делят еще энергии на то. Энергии арктурианцев, энергии, там, божественной энергии, еще какая-то. Вот на какие-то... Наверное, да, разделяются. Может быть, они имеют в виду, там, как-то они воздействуют, что ли, своей энергией, на солнце, своей энергией, как-то воздействуют на мир, на людей, там, и так далее. Я понимаю. Вот это, может, они имеют в виду. Энергия мысли же, что же есть, ну... А могут... Вполне возможно. Я вам проверяла, пожалуйста, что это самое... В пространство... Пошлешь там, и люди повторяют, делают, все происходит. Ну, вот я, наверное, тоже энергопрактика получается, просто я это особо не называю себя. Людям что, пожелаешь, с ними то и происходит. В следующий раз назовем. Есть еще психическая энергия, оказывается, но я даже не вникала особо. Ну, вот, может быть, энергия мысли, вот эта, которую используют инопланетяне, чтобы летать, мы, говорит, мысли задаем им, пока это самое, перемещаемся с точки в точку, вот, по времени, по пространству. Ну, так вот. Это восхищение тоже, устремление, радость. То есть, устремиться... Это эмоциональная, может быть, энергия. Устремиться инопланетяне к Земле, и он уже на Земле. Они управляют там своими аппаратами, перемещаются, или даже меняют свое тело там, но тело... Переходят другие состояния и перемещаются там в нематериального тела, с его... Ой... Вот Надежда, у меня тут, Надежда Спорежкова говорит, говорила. Есть еще и психическая энергия. Это восхищение, устремление, радость. Радость есть здоровье духа. Восторг духа есть созидающая энергия. Чистые энергии, доброжелательство. Ну, и это положительное психическое. Да, есть еще и отрицательное, можно такое послать, злобу, что все разрушишь. Да, благотворное для психической энергии. А есть, да, можно послать отрицательные эмоции. А как вот проклинают-то? Всего вот этой психической энергией злой. Смотря какое она имеет качество. Вот подруга говорит о хороших качествах. Она сама положительная. Да, ну да, вот она и живет в положительном. А есть еще отрицательное. Психическая энергия – это термин, предложенный Фрейдом. Для описания специфики перемещения внимания, интереса и привязанности от одного. Вот правильно, видишь, энергия переходит из одного вида в другой, там, психической тоже. Ага, там, этот, кого-то раз, послал вот эту психическую энергию, человеком, неприятности, несчастья. И порадовался, там, послал ему, там, любовь, вот эту вот, энергия любви Эйнштейн. Вот ты читала этот письмо к дочери Эйнштейна «Найди», он говорит, что энергия любви – это вообще самая сильная она, там, сильнее, сильнее всего вообще во Вселенной. Энергия любви. Послал энергию любви, там, человек расцветает, все у него хорошо, там, защищаешь его и так далее. Вот. То есть вот энергия преобразуется во что-то другое, в другие энергии, да, вот, то, что у человека события там хорошие, но ты ему посылаешь любовь, и у него хорошие события в жизни, там, хорошее настроение. То есть энергия преобразовалась-то во что-то другое, да, вот, это, это я, такой эффект есть. Арктурианцы, говорят, еще посылают рисунки на поля, это, часто это символика энергии, вот я такое прочла. Символика энергии на поля, что-то я такое слышала, удалось рассказать, что там про поля-то. Да, это как-то, что-то, что-то, да, они, это инопланетяне что-то хотят изобразить. Я уже забыла, где-то было это, да. Может быть, да, символика, наверное, может быть, может быть. Так вот, кто где чего наслушается, вот, и, вот, и говорят, тот, о том, этот, о том. В общем-то, понятно, наверное, да, что такое энерго, как это. А кто такое божественная энергия? Божественная энергия. Прежде всего, любви, наверное, энергия божественная. А просто она вот все исцеляет и вдохновляет. То есть, это высшая энергия. То есть, энергии, видишь, бывают низшие и повыше, и самые высшие. А самые, говорят, те, кто около источника находятся. Ну, вот божественная энергия, говоришь. Они вообще не хотят покидать там настолько хорошо. Вот такая энергия идет. Вот эта божественная энергия, наверное, есть. Это самая, самая высоковибрационная, наверное, самая целительная. Больше всего любви содержит вот такого. Ой. Куда приходит энергия? Что? Ребенок рождается с энергией. Откуда берется энергия у ребенка новорожденного? Как? Так он и зачинался уже, значит, с помощью энергии. Да, уже энергия присутствует. Все живое. И вот он как бы развивает. Так во всем же энергия-то находится. Живая энергия во всем, в природе. Даже в камне, а уж не говоря, там живая клетка. Вот две клетки соединились, они обе живые. И развивается организм, и он тоже живой. То есть потом то, ша подключается к вообще такой комплексу. Представляете, положительную и отрицательную энергию называют ци и ша. То есть энергия ци – это полезная, а энергия ша – это вот, которая как раз против. Которая вот порча там делает, прочая такая энергия ша. Ну, не знаю. Они называют космической энергией, а энергия ша – загрязненной. Энергия вампиров. Ну, да. Конечно, есть. Ну, как, позитивная она, как это сказать, конструктивная строит, а вот деструктивная, она разрушает все. Вампиры, они отсасывают вот эту хорошую энергию, наверное, питаются. Ну, какой вопрос. Ну, действительно, да, если энергия разной направленности имеет, да, конструктивная и деструктивная. Есть разрушительная, да. Есть та, что строит. Ожидала, все. Да, вот у меня, говорю, некоторые читатели, говорят, тема хорошая, развейте, пожалуйста, вот, вот, говорила. Сейчас много, Ольга Харькова вот, говорит, сейчас много говорят об энергии, Рерихи много говорят об психической энергии, пришло время понять и ощутить ее влияние в социуме. В общем, понять все, что энергия – это все, я вот, наконец-то у тебя тоже вот это… Мне очень было важно твое мнение. Валентина Сычева пишет, энергия – это составляющая обмена веществ, это мера способности физических тел изменять свое состояние. Лучше не с каждой, стоит ли говорить, а вот как каждый живой организм изменяет свое состояние, то есть какую работу он совершает тело самого живого организма. Вот, то есть, чтобы, да, мы задаем эти вопросы для чего, вот тоже вот Валентина спрашивает, а для чего эти вопросы? Наверное, для того, чтобы понять все-таки то, что мы слышим вокруг, то, что люди говорят о чем-то, зная или не зная, сами что-то… То есть, причесываем то, что мы, как говорится, укладываем в голове, то, что слышим. Наверное, так, да? Ну, да, всякое что-то новое всегда должно как-то уложиться. Вот, кто говорит, вот, надо у тех узнавать и спросить, чего они имеют в виду, чего они хотят. А куда-то идет? Знаешь, например, одна началась в разговоре тут. А почему у нас в дипломах не написано «энергопрактик»? Я говорю, а что значит «энергопрактик»? Ты разве считаешь себя… Да. Я учитель, говорю, назвал «энергопрактиком». Как бы говоря, пока не вмешался преподаватель и сказал, что слово «энергопрактик» в том варианте, в котором мы проходили «Духовный целитель», и его не было. То есть, да, мы изучали артурианские энергии, но это только какой-то вид энергии изучал. Мы не изучали все энергии. Ну да, как бы прикоснулись, но… Мы прикоснулись, но мы не изучали. Поэтому говорить, что мы энергопрактиками вдруг стали, так нельзя. То есть, я сначала этот вопрос подняла, что не надо добавлять в нашу дипломы, например, сертификат и слово «энергопрактик». Да, она сказала? Сначала надо разобраться, что это такое. Хотя бы. Такое. Ну, что оно такое. Поэтому я и подняла этот вопрос. Заинтересовалась или решила, что мы с тобой лучше разберемся? Ну… В какой-то мере. Ты-то больше там общаешься больше вот это все с теми, кто об этом говорит. Ну, я говорю, я практически, вот я практически мысленно, даже пробовала, даже на уровне это самое, там вот события на Украине, посылать свои, значит, мысли, свои желания. Да. И там происходило то, что я хотела, там другие вещи. Эмоции положительные, эмоции положительные людям посылать. Восьми часов. Ну, и сейчас вот там соседи просто посылаешь, там вот начинают там ораться, там что-то, а я там посылаю, ой, как я устала, язык заплетается, я хочу спать, хочу отдохнуть. Ну, вот такое, все, замолкают. Ну, мысль материализуется. Ну, вот это вот энергия, я же энергию посылаю. Да. И вот такое явление, когда там, ну, там еще в молодости, ну, известно, что у женщины сильная эмоциональная, в общем, сильная, там вторая чакра, да, допустим, там пристает, и можно так это самое, так наругать, да, что мужик вообще отпадет. И обидится на всю оставшуюся жизнь, он сейчас встанет сразу. Вот психическая женщина, ну, как, вот мужики почему дерутся, там, женщины, они не могут преодолеть женщина, как начнет языком, да, вот эту эмоциональную энергию на него. Он бессилен перед ней, она сильнее в этом плане, он только может ее стукнуть, больше ума если не хватает. Если у него более высокие чакры не развиты, он, значит, ну, чок в лакане. Почему? Потому что женщина его переговаривает, как говорится. Вот, она так надавит ему эмоциональную энергию на него, что все, он избитый, избитый. Ему все больше ничего не придумают, только кулать. То есть все энергия, все кругом энергия. Ага, вот тут у меня один товарищ пишет, Саша, Александр Ушаков. Энергия оплачивается в долларах, ну, иногда в рублях. Ну, шутник. Ну, он шутник, да. Ну, он сейчас энергоносительный. А Татьяна Российцевич. Или в долларах, теперь в рублях доставляют платить. Татьяна Российцевич, человек и создан, чтобы вырабатывать энергию для космоса. Вот это я не совсем поняла. Вырабатывать энергию для космоса. Да, вот это меня немножко удивило. Ну, почему для космоса, не для космоса. А мы же частицы божественные, наши души божественные частицы. И он, в общем, источник как бы брызги, ну, свои, вот это детей, нас своих детей послал, чтобы вот мы взаимодействовали. Ну, вот так ему интересно. И мы ему приносим потом всю информацию, отдаем, в общем-то. Вот в этом смысле, да, мы там, ну, энергию вырабатываем, ну, может быть, энергию. Ну, взаимодействуем с энергией, мы же сами энергия жива. Космос отдавать. Да и посылаем, конечно, энергию посылаем. И мы, ну, взаимодействуем просто, не значит, что мы тут вырабатываем. А, вот, кажется, что энергия любви, вот, люди любить, вот, умеют, что на других планетах это не так вот. Там, или в мире ином, допустим, нет такой любви, как на Земле, может быть, других там. Да, энергия любви, у нас есть на Земле энергия любви, явно. И даже некоторые эти инопланетяне, гумануида, именно отсасывают какие-то сущности там, которые отсасывают именно энергию любви из нас. Это есть, а чтобы мы специально для космоса там вырабатывали энергию, не знаю. Не знаю, что она, она не сомневается. Но вот она, как работает, то есть где-то в каком-то НИИПе. Энергия в организме высвобождается в результате процессов окисления белков, жиров и углеводов. Белки, жизненно необходимые вещества в организме, они используют в качестве источника энергии окисления. И один грамм белка в организме дает 4 килокалория энергии. Ну, вот преобразование энергии, о которой мы говорили, да, мы преобразуем энергию. Образование ферментов и гормонов. Вот это так вот. С разных сторон можно энергию-то рассматривать правильно. Вот мы сколько уже аспектов-то нашли. Да, матрица Вселенной для всех. А кто такое матрица? Я все-таки до конца не могу понять. Матрица Вселенной. Что это такое? Матрица Вселенной. Да. Я первый раз слышу. Я слово матрица слышала о том, вот у Кэнон матрица используется как вот, если, например, существо хочет воплотиться на земле, а не знает как бы земной жизни, например, первый раз. Вот ему предлагают матрицы, то есть это записанные полностью жизни каких-то других существ. Например, почему там кто-то говорит, много там всяких Клеопатр и Наполеонов. Почему? Они прочитали когда-то перед воплощением вот эти вот матрицы жизни вот этих Клеопатр. Ну, одна вот у меня знакомая, она, говорит, я, говорит, это была, ну, орлянской девой, да, вот, как ее это самое? Жанна Дарк. Вот мы погружаемся, вот, и вспоминаем как бы прошлые жизни, но это могут быть матрицы, это не обязательно мы прожили. Это кто-то прожил, но мы это прочитали как книгу. Это как книги, вот, читает человек, и вот это, и он уже вот, как будто он прожил у него, это вот как будто в этой его жизни у него такое восприятие. Все, и отличить невозможно. Вот в этом смысле я матрица. И надо ли отличать? И надо ли отличать? Ну, просто надо, можно при, допустим, вот, например, я пишу, да, могу так сказать, что видел, как говорится, прожила я эту жизнь, не прожила, может, это матрица. Вот в таком смысле тоже можно использовать, сказать, что мы в этой матрице. Мы не отличаем просто этого, и все. Мы это были. Ну, в этом плане даже у нас в институте реинкарнационники говорили, был ли ты Наполеоном, или ты был мухой, которая пролетела над его столом, а потом считала его матрицу, и в следующей жизни представляю, что была Наполеоном. Да, ну, интересовалась эта Илья Персона, и прочитала, и вот теперь говоришь, что я, говорит, Наполеон. Ну, вот именно, поэтому столько людей с Наполеонами, да, естественно, могли просто... Может быть, нам просто дают какие-то матрицы вот при погружениях. Вот нам интересна какая-то тема. И нам, чтобы мы разобрались, нам дают какую-то, может быть, матрицу просто оттуда. И для того, чтобы мы поняли эту тему, например, мы там разобрались и перестали там обижаться. Так же, как я была Мартой, так же, как я была Ксенией Петербургской, была я ею, или это матрица была? Просто мы любознательные души, как мы сейчас теперь читаем книжки. Может быть, мы там начитались, и вот они у нас есть, и пожалуйста. Ну, кроме того... Кто знает, я вот тоже, ну, как-то я подробную жизнь, вот это вот, что я там, это, вот, не предыдущая, а до того, в общем, жизнь. Я училась, там, училась это на химико в Казанском университете, я все это видела. Я даже не стала по Википедии выяснять, а мне что-то не интересует. Вот, вот, я видела, видела, это да, реально, вот я была там целая, долгая жизнь, долгое погружение было. Вот, а кто его знает, я особо не интересуюсь. Некоторые раз смотрят, ага, вот был действительно такой персонаж, вот, который на погружении видела. Там король, там, вот, допустим, Маргарита с Маргаритомой. А я как-то, а что смотреть? Была, ну, был такой персонаж. Действительно, это я была, а может, это не я была, просто это матрица, может быть. Но для меня вот это, главное, я хотела посмотреть эмоционально стабильную женщину, которая была спокойной. Вот, мне актуально было. Я посмотрела, долгую жизнь, действительно, может, я была, может, не я, вот. Ну, похоже, конечно, на что-то тоже в Казанском университете училась, там, а химика, как-то такое. Ой, не знаю. Так что, может, да, может, нет. Но это мы к чему вообще? Мат, а, матрица, какая ты, знаешь, матрица Бога, или как ты сказал, матрица или вселенная? Да, вот именно, вот, матрица вселенной, тут был разговор. Ну, давай продолжим про энергию. Может быть, матрица вселенная, почему, может быть, целая вселенная где-то записана, вот матрица, такая существует, где-то записана, что прожила какая-то вселенная. Вселенные же рождаются и умирают, все. Ну, в конце концов, говорит, это, ну, как это, вернется там к источнику, а потом опять начнется это все. Ну, может быть, и матрица вселенной. И все сматрицы людей, почему нет матрицы вселенной? Конечно, может быть, вполне. Вот он и в источнике все это и содержится, это уже выше нашего понимания. Ну, понимание, конечно, мы можем понимать вот в таком смысле, а там конкретно, там очень много, это уже не наш, не наш уровень, далеко не наш, гораздо выше. Ну, и ладно. Да. И вот тут тоже Татьяна Рахиллер описывает все разные варианты энергии, то есть это энергия вся материя, энергия нельзя создать или разрушить, так это или нет? Ну, я же говорю, этот, ну, вот Долорес Кеннон, у нас инопланетян, мне не говорят, что, ну, энергия, она неуничтожима. Она может перейти из одного там вида в другой, но она не уничтожается, никуда не пропадает. Все. Вот у тебя есть там, даже вот на человеческом уровне, есть тебе что-то там, ну, как-то, какая-то обида или там, например, может, хорошее что-то, ну, скажем, обида на человека, да, ты не можешь излить, ну, тормоз у тебя какой-то, да, что нельзя там это, ругаться там, изливать как-то, да, она в тебе остается, она, эта энергия переходит там в твои, там, в болезни, и все. Трансформируется. Она все равно, она не уничтожается, раз ты ее не излила, там, кто-то, кто-то быстро реагирует, допустим, раз, и он, значит, раз, и тут же отреагировал, да, а другой в себе держит. Ну, и все, этот второй, он все время болеет. Так он существует источник энергии или нет? Так источник, вот наш бог источник, вот этот источник, с большой буквы, вот он источник, он все это создал, источник всего сущего, вот он источник. Он свои искры, там, себя вот распространяет, и для того, чтобы, ну, вот так ему интересно жить, понимаешь, собирает информацию, как бы вот все это взаимодействует, играет сам с собой, можно быть, создает вот это вот все, а потом это все к нему опять возвращается. Ну, интересно ему, он как ребенок в игрушке играет, или там ученый, допустим, исследует, залезает своими инструментами, ну, допустим, ну, пусть там это медик, допустим, он в человеческий организм залезает инструментами своими, там, значит, все исследует, разрезает, пыры, пыры там, она там, допустим, исследует. Ну, и те же, кто частицы там это сталкивает, то есть все тоже, они вот пользуются чем-то. Вот и так и великий источник. Вот собирается все, как много, как можно больше информации при взаимодействии, вот все происходит, какие-то взаимодействия будут в нашей жизни, там, вселенные, там живут звезды, и вот это все ему интересно, чтобы оно взаимодействовало, и вот он получает какую-то информацию. Потом оно опять, наверное, в него все собирается, потому что он источник, и он и назад. А он, а потом он опять, как говорится, игрушки раскидает, и опять начинает домики строить, вселенные, галактики. Такое, что он сам, что может быть, Бог еще сам молодой ребенок по-своему, ну, в нас, для нас он уже вечный, а для каких-то... Он вечно-вечно живой, он вечно молодой, я так понимаю. Даже вон инопланетяне, они достигают же бессмертия, живут себе и живут, да, и все равно у них не исчезает там интерес, там, к исследованиям. Вот, они же продолжают там и любить, и детей рождать. Вот. Ну, представь, а нам вот, допустим, а мы вот умираем, да, ну, так нам положено, мы такие еще малоразвитые. Вот. А этот тоже, он вечно молодой, вечно это самое, ну, представь, неувядающий, вечный, бесконечный. Вот. Необязательно молодой. Да мы не знаем ведь, да, что-то, время, там, вечность, эти понятия, вообще мы не... Мы еще не понимаем этого. Он инопланетяне, они там по времени спокойно там переходят, вот. Они там, да, а мы, а у нас вот, или там криволинейное какое-то время, или там они раз, в тот момент времени попадут, в этот момент, а мы-то не можем еще этого. Вот. Так что, а у источника вот этого великого вообще там понятие времени, у него все уже вот в данный момент, у него все это вот в данный момент. И прошлое, и настоящее, и будущее, то, что для нас в прошлом, у него это все в один момент. Вот. То есть это не нашего уровня все, это уже выше нашего понимания практического. Ну нет у нас, как мы практически не можем его... Как говорится, известно, что Бога познать невозможно. Рассуждать можно на эту тему. Рассуждать можно познать, нет. А энергия, да, с помощью вот этого преобразования энергии, вот энергопрактики, я так понимаю, что они как-то вот используют вот эту возможность преобразовать энергию, и это хорошее, хорошее, конечно, направление, интересное. Наверное, это только, как говорится, начинает развиваться. Ну, может, давно, мы как-то не в курсе. Ну, кто-то, может быть, уже продвинулся больше, вот. А мы можем пробовать это все, да. Это все будет развиваться. Какие наши годы еще, да, Света, еще мы не то и знаем. Если только Земля будет в порядке. Ну, вот Толорская, она говорит, что нет, этот самый, Земля движется к финалу. Эти инопланетяне всячески сдерживают. Ну, в общем, кто-то схлопнется в конечном итоге, раздуется ядро, и она схлопнется, просто все сгорит. Вот, ну, какие-то души, которые способны к развитию, им даст другая планета, и они будут там продолжать уже хорошо, как, все сначала начинать жить без зла. На Земле зла много, люди очень злышат. Что-то все, кто-то лет перейдет в какие-то измерения. Что? А, ну, те, которые, они, ну, подходящие, да, опять в такие же условия, как вот сейчас на Земле, ну, и будут продолжать развиваться, а которые не хотят вот этого всего зла, да, хотят выйти из этого зла, стараются развиваться, к добру стремятся, к любви. А им, говорит, дастся планета такая, где будет действительно любовь, добро, и они будут дальше развиваться уже. Как вот у некто, что-то я вчера вот слушала, какое-то собрание, значит, инопланетян самых разных, и женщина, которая живет на Земле, но она на самом деле родом от инопланетянина там какого-то, вот, он там как-то это во время зачатия заменил, так что он отец реально. Ну вот, и она, раз она живет на Земле, это вообще, она говорит, в разных уровнях это может существовать, и вот она, значит, это им рассказывает, вот, они удивляются и не понимают, что это, говорит, такое за жестокость, вот на Земле существует, они вообще без понятия, у них вообще нет жестокости, там это, как это, говорит, себе подобных убивать, издеваться, там, мучить, они, вот, большой вопросительный знак, расскажи, говорит, нам, что это такое, говорит, как это там, мы даем там технологии атомные, там, дали, чтобы там строили электростанции, а вы, говорит, создали бомбы, но не все люди такие, вот, есть это, мы, говорит, даем технологии, но люди, говорит, используют их во зло, как это так можно, у нас, говорит, вообще нет такого понятия, чтобы использовать... А она с какой планеты, с какой звезды, откуда она? Нет, она живет на Земле, ее отец там какой-то, он руководит какой-то планетой, управляет какой-то планетой, вообще в другой галактике, она его с детства знает, когда она чувствует, когда он приходит, там, она же плачет очень эмоционально, вот, то есть он как-то в этот момент за час, все, как бы, вот, то, что там мама с папой, как бы папа, вот, занимались, а он, говорит, ну, там, они умеют, да, короче, он свое дал ей начало, и вот он, реальный отец, он ее, и вот в погружении, вот, Долорус Кеннад расспрашивает, и там она прям вот рассказывает, вот собрание, вот такой-то инопланетянин, маленький там, серенький, этот вот, эти вот там, в развивающихся одеждах, там, эти такие-то лица добрые, говорит, они, они, говорит, меня вот расспрашивают, они, им для обучения, если они хотят, в общем, все хотят помочь земле, но всех, в общем, шокирует вот эта вот жестокость, злость, вот это все на земле, вот такое уничтожение себе подобных, использование там техники для зла, для убийства, их шокирует, они просто, чтобы работать на земле, надо понять людей, вот они, расскажи, она вот им рассказывает всякие случаи, когда там, испытывала боль, там, какой-то там, вот случай жестокости, все такое, как с ее точки зрения, там, с ее переживания, вот они ее расспрашивают, она им рассказывает, вот такие вещи, но земля, 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 это самое, вот это вот зло, оно все равно приведет землю к концу, это вот нашу. Ну, когда-нибудь, в любом случае, все имеет начало и конец в физическом плане. А что такое божественный канал? Это ты слышал, знаешь? Божественный канал? Да, теперь божественный канал. Канал связи, что ли? Видимо, канал связи. Ой, сейчас, подождите, я печку закрою, минуточку. Божественный канал связи, божественный канал связи. Я так понимаю, что канал связи. Ну, тут тоже я спросила у Татьяны. Божественный канал – это наш источник, который всегда с нами, всегда открыт. Единственное, что нам мешает всего, быть в источнике и наполниться им. Так это материальный мир с его информационными каналами. Мы можем обращаться, ведь все вот эти души, там, высшие наши кураторы, наставники, там, они говорят, обращайтесь к нам, когда нужно, они же слышат, они тут же помогают. Им не надо там лететь, как там что-то такое, материальных каких-то. Они сразу раз мысль послали, у нас там что-то мы не понимаем, там, что-то у нас там несчастье какое-то. Они раз-раз разрулят, все помогут. Также это, наверное, с источником тоже. Насколько наши вибрации вот подключены, насколько мы близки. И мы можем всегда позвать. Вот этот канал имеется в виду, наверное, да, и к источнику. Ну, просто у нас в голове-то что, шум стоит постоянно. Да, это шумно. Если мы настраиваемся, ну, как в молитве, например, настраиваешься и отвечают же, все, и посылают тебе, вот. Так же и с источником высшим тоже, наверное, этот канал. Хочешь? Как вот я в погружении. Вот я прямо это самое, не хотела выходить. Это такая любовь. Я там охала и охала. Помнишь, я меня погрузила-то? И я дошла, вот эта вот стена белая, как бы белого света. Вот. И оттуда такая любовь. Я такой любви не видала вообще. Мне вообще не... Я бы там так и была, так и была бы никуда. Может, вот так мы добрались. Вообще здорово. Вот так вот у кого открыты. Какие-то моменты бывают и открываются, да, когда человеку плохо, допустим, да, на земле совсем. У него вот раз что-то обостряются, да, эти вот чувства. И как-то вот молитва, например, вот меня буквально отнажает. Я спаслась, просто, Господи, помоги, потому что угроза жизни мне и ребенку. У меня сразу мысль, хватай ребенка, выскакивай. Все, я схватила, выскачивай. Мы спаслись, а то бы меня бы уже давно не было. То есть вот в такие моменты человек вот может сосредоточиться и попросить, и сразу же отклик получает решение. А я быстро, вообще же мы следем быстро от них. Угу. Понятно. А так в обычном состоянии в каком-то, вот я, например, я могу быть вот такой в депрессии, какой-то там расслабленности, вялости, но в таком состоянии, конечно, у меня закрыт канал. Или там есть страсти какие-то, допустим, овладевает человеком, там земные. Какой же там канал? Никакого канала у него нет. Говорят, что надо, говорит, повышать, повышать свои вибрации, тогда будешь развиваться и получать больше и больше связи с высшими. Вот. А страсти, страсти надо оставлять. Так я поняла. Вот тут еще одна, Света, говорит, божественный канал связи с космосом, с вселенной, с предками. Ну тоже. Да, канал связи. И с предками, да, почему бы и нет. И с космосом, и со вселенной, там, и со всеми. Да с кем хочешь, призывай там и откликнуться тебе. Главное, направленность нужна. Сосредоточиться и призывать. А вот ты призываешь, тот и приходит. Да, и главное, сосредоточиться еще. А у нас обычно там в рассеянном состоянии. Тогда просто мы воспринимаем, кто нам чего вложит в голову, на случайные мысли. А если сосредоточиться, там думать, думать, говорится. А о чем-то. Ой. Так, еще хотела, еще хотела, сейчас секундочку, сейчас посмотрю, у меня тут еще были записки, какие у меня еще вопросы были. Ну ты исследовательница там. Ну вот исследуем, да. Ну вот молодец ты, молодец, что занимаешься вот так. Людей объединяешь, кто что там скажет, там, обсудили темы. Да все здорово вообще, что ты делаешь. Молодец. Ну, этим развиваемся все. И даже каждый сам даже может исследовать. Ну, это интересный момент. Сейчас я. Я, кстати, сегодня, это самый Лузин, что-то там 16-го вроде собирался сегодня, что-то там провести. Что-то. Я не посмотрела, только дошла. Как говорится, и ты тут звонишь по телефону. Надо посмотреть. Что-то он на сегодня планировал вроде. Надо посмотреть. Точно не знаю. Что-то было. Ну да, мы хотели... Вот мы поговорили об энергиях и о Божественном канале. Это вот было основное, что я хотела обговорить. То есть остальные мысли будут. Просто можно между собой на эту тему попереписываться на этой неделе. Будет желание куда-то... Выйдем куда-то на связь. Поговорим. Но сегодня-завтра у меня более-менее свободное время. Потом я пока не знаю. Поэтому вот на всякий случай вот давай тогда вот записи останавливаю на этом. Обговорили про энергию, про Божественный канал. Если у кого-то какие-то будут вопросы из друзей, кто заглянет. Я помещу только на следующей неделе, скорее всего, по ссылке, чтобы лишние люди не заходили. Я так делаю только. Ну, смотри сама, да, как-то. Пообсуждать всегда хорошо, разные мнения выслушать. Да. Ну, смотри. Спасибо. ciones.